Раки, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? В конце расклада я возьму для вас карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советует на протяжении всего месяца ноября. И первая карта для вас, мои дорогие, карта Паш Кубка. Паш Кубка говорит уже, что вы входите в начале месяца с какой-то удовольствием, с какой-то радостью, с какого-то нового начинания. Здесь может быть какие-то, знаете, может быть даже где-то отдыхать, но для вас это как удовольствие, для вас это как новое начинание. Может для некоторых говорить о том, что у вас будут новые отношения, новый период, когда вы можете встретить нового человека. Давайте посмотрим, что это касается. Это карта удовольствия больше говорит о вашей какой-то внутренней, даже может быть удовольствие. Это карта мира. Карта, знаете, карта мира говорит о том, что сохраните свои цели, сохраните свои позиции, сохраните то, что вы имеете, да. То, что это вам приносит удовольствие, счастье, какие-то радостные, да, вот моменты, сохраните в начале месяца для себя. Потому что здесь как будто, знаете, вот как оболочку, всё, что есть ваше, это нужно сохранить. И никому, да, не дать, да, зайти в ваше пространство. Это может и касаться и работы, и финансы, и отношений. То, что есть ваше, да, на начало месяца, всё-таки от вас, да, будет зависеть, как вы будете это, да, сохранить. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, карта восьмёрка мечей. А почему-то у вас идёт, да, энергия, что вроде бы что-то начинается, вроде бы что-то хорошо, но почему-то вы стоите, переживаете. У вас какие-то мысли могут быть, да, что ничего не получается. Не нужно и не стоит этого делать. Потому что вот именно ваши страхи, ваши переживания доходят до той состояния, когда вы горите изнутри. Дайте в себе спокойно и понимать. Нужно сохранить. Даже если что-то не получается, даже что-то, если в этот раз не получилось. Поверьте мне, что высшие силы вас, высшие силы наградят в тот момент, когда вы об этом будете нуждаться. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта. Восьмёрка, это карта Верховной Жрицы. Верховная Жрица говорит о том, что это ваша женщина, это ваша мудрость, это ваша интуиция, прислушиваться, это ваше знание, это ваше, знаете, время, когда вы можете быть счастливы, когда вы можете бороться, чтобы стать счастливой. Мужчины, это ваша женщина, те, которые имеют отношение, это ваша мудрая женщина. Это женщина, которая вас может интуитивно подсказывать, как вам нужно что-то делать. Одинокие мужчины и женщины, это может быть ваша мама, это может быть ваша бабушка, которая вам даст мудрый совет, как себя вести, как себе сделать вот на протяжении этого месяца. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, четвёрка мечей исцеления. Возьмите для себя, знаете, прислушиваться то, что ваша душа, интуиция говорит, но она говорит о том, что берите себе время восстановить себя, исцелить себя от чего-то. От чего-то то, что закончилось. Может для кого-то был болезненный развод, для кого-то может быть потеря ребёнка, для кого-то может быть, знаете, может для кого-то реально была потеря ребёнка, женщины, да, для вас эта ситуация очень тяжёлая, да, и у вас нету, да, может возможности, да, что вы думаете, а я смогу, я ещё забеременеюсь после этого. Но здесь вам нужно исцеляться, вам нужно восстановиться, сохранить себя и понять, что жизнь то, что даёт нам, это наши испытания, это наши уроки, но всё-таки она приводит всегда к чему-то лучшему. Давайте посмотрим следующая карта на середине, восемь, смерка жезла. Восьмёрка жезла, он говорит о том, что начинается уже что-то меняться. Да, может быть не быстро, да, может быть это, но оно уже у вас меняется. Очень пожезловые, может быть какие-то события, которые вы даже не ждали, да, вот они могут быть, были какая-то пауза, какая-то пауза, вы страдали, ничего не поменялось, и вдруг в середине, где-то 18-го числа здесь у вас, да, начнутся какие-то перемены, какие-то изменения. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на конец месяца для вас, это семёрка мечей, но стоит обращать внимание. Вот об этом и говорится. Нужно обращать внимание, даже если вы с кем-то начали только общаться, даже, знаете, начали с кем-то в работе, нужно на это обращать внимание, потому что здесь есть очень много людей, которые как энергетические вампиры. От этого нужно вам освобождаться, и об этом и говорит в середину. Посмотрите, обращайте внимание, прислушиваться, кто есть. Мудрая женщина может вам советы даёт, или даже ваша интуиция может подсказать те люди, которые нужно убрать из вашей жизни, которые они, да, только вам мешают. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта звезды, карта исполнения желаний. Если вы поймёте, от кого нужно освобождаться и от кого нужно закрыться, уйти, вы, поверьте мне, вы дойдёте до той состояния, когда о чём вы мечтали, о чём вы желали, у вас будет исполняться. Да, конечно, это не быстро, как я сказала, но изменения уже идут после 18-го числа. Самое главное, постарайтесь никого чужого не допускать. И, может быть, это новые какие-то люди, да, в начале месяца. Постарайтесь, да, на это обращать внимание. Давайте посмотрим следующую карту, да, карта совета. Что вам, бывшие силы совет? Колесница. Новая дорога. Может быть, для некоторых реально поездка, переезд куда-то, продвижение куда-то. Может быть, это... Но здесь об этом говорится о том, будьте аккуратны, принимайте правильные решения, правильный выбор. Стремитесь принять какое-то решение, потому что, знаете, уже вы взлетаете. Вы уже на... Знаете, я хочу сказать такое, на уровень выше, чем других. Да, есть люди, которые вам завидуют. Есть люди, которые вам не желают добра. Но отпустите таких людей, освобождайтесь от них. Вы уже, да, по колеснице идете в новые, да. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.